Как готовятся к новому учебному году школы? Насколько безопасно будут чувствовать себя в них наши дети? Этот вопрос сегодня стал одним из главных на брифинге МЧС. Подготовка школ к новому учебному году началась, как только закончился предыдущий. Выпускники сдали последние экзамены в начале июля. На ремонт и разные противопожарные мероприятия было полтора месяца. Уложились не все. На сегодня вызывает некоторую настороженность, готовность двух школ к первому сентября. И одна из них – это школа, находящаяся в Маргаушском районе, Шатрокосинская образовательная школа, в которой на сегодня не устранены пока еще нарушения пожарной безопасности, которые были выявлены и отражены в предписании. И нам кажется, что они не успеют устранить те недостатки, которые сегодня существуют. Следующая школа – это Урмарская, среднеобразовательная школа имени Егорова. К примеру, вместо современных дымовых датчиков там стоят устаревшие тепловые. Впрочем, день знаний в этих учебных заведениях, конечно, не отменят. Учиться школьники начнут вовремя. Закрыть мы их не имеем права. Мы, выдав предписание, обязательно, если они не успеют сделать в первом сентябре, обязательно обратимся в прокуратуру Чувашской республики. Ну, а вся ответственность ложится на руководство школы. Куда сложнее ситуация в Чебоксарском детском саду под названием «Дворец детской радости». Сроки сдачи здания постоянно откладывались, а когда его таки ввели в эксплуатацию, выяснилось, лестничные марши уже, чем положено по пожарным нормам. Норма сегодня говорят о том, что ширина должна быть не менее 1 метра 35 сантиметров. Там лестничные марши имеют ширину 1 метр 20. Соответственно, наши сотрудники тоже выписали соответствующие предписания, привлекли руководство детского сада к административной ответственности. Ну, а дальше предписание там, конечно же, предписали, что ширину необходимо увеличить. Хотя это достаточно серьезное мероприятие, это необходимо будет проводить капитальную реконструкцию, переносить стену. В целом, ситуация с пожарами в этом году в республике приблизительно такая же, как и в прошлом. Дома и нежилые здания горели 623 раза, погибли 57 человек. Причины прежние – неправильная эксплуатация электрооборудования и печенья, осторожное обращение с огнем. Лесных пожаров в этом году не зафиксировано, зато горел сухостой. Специалисты предупреждают, чтобы весной не бороться с сухой травой с помощью так называемых локальных пожаров. Лучше скосить ее еще осенью. Несмотря на то, что нынешнее лето выдалось совсем не жарким, данные статистики по происшествиям на воде неутешительные. Погибло 10 детей, 23 взрослых. Большинство в состоянии алкогольного опьянения, когда даже Волга кажется по колено. Была попытка пересечь несколько раз Волгу в состоянии алкогольного опьянения. Наши выезжали, спасли одну девушку. Это просто повезло, что люди, находящиеся где-то рядом с ней на берегу, подали сигнал бедствия, сказали, что вот она куда-то уплыла, возвращаться не собирается, уже видно далеко ее только одну голову, докричаться невозможно. Наши сотрудники вовремя подъехали на своем судне и вытащили ее из воды. Хотя не хотела, упиралась долго, сказала, доплыву. Позади еще один летний сезон, впереди холода, которые таят в себе свои опасности. Спасатели не устают напоминать. Соблюдение элементарных, известных всем правил безопасности может спасти жизнь. Продолжение следует...